Геймплейный трейлер и сроки выхода Age of Empires 4. Первые подробности об одиночных кампаниях и цивилизациях, а также несколько дополнений по второй и третьей частям серии. Об этом и кое-чем еще поговорим по следам фан-превью Age of Empires, прошедшем 10 апреля. Здарова, стратеги! С вами Грин, погнали! Началось превью с показа одиночной кампании Нормандов. В центре нее окажутся Англия и Нормантия времен Вильгелема Завоевателя. Начиная с битвы при Гастингсе, она расскажет историю прихода Вильгельма в власти, как это было в миссии из Age of Empires 2. Но не закончится на этом, а охватит гражданскую войну в Англии и борьбу наследников Вильгельма за корону по обе стороны Ла-Манша. Всего на старте будет 4 кампании. Разработчики обещают новый документальный стиль повествования и точно передать дух эпохи, которые помогали воссоздать историки и эксперты. В кадр также попали реальные съемки, но будут ли они показываться во время прохождения в качестве катсцен, не ясно. Главное, чтобы никто случайно архивы с секретными документами не откопал, ведь все мы знаем, к чему это ведет. Не забыли и про Definitive переиздание ранних частей серии. В эпоху Империи 3 13 апреля добавят новую цивилизацию – Соединенные Штаты Америки, которые впервые заглянем в серию Age of Empires. Получить временный бесплатный доступ к ней можно, выполнив челлендж 50 штатов. Помимо нации появятся новые юниты, столица, исследователь и механика. Позднее в этом году выйдет еще одно дополнение с африканскими нациями. Подробности о нем обещают рассказать позднее. Также анонсировали два дополнения к эпохе Империи 2. Осенью в ней появится кооперативный режим, который позволит проходить некоторые миссии из кампаний и битвы завоевателей вместе с другом. Летом же выйдет дополнение Dawn of Dukes, посвященное Восточной Европе. В нем пообещали новые кампании и не только. Добавят ли новые нации – неизвестно, но лично я думаю, что как и в недавнем Lords of the West, нас ждет две новые нации и примерно столько же кампаний. Ставлю на появление в игре Богемии и Польши. А еще очень хочу увидеть отдельную кампанию за славян. Больше о переиздании не вспоминали и рассказывали только о грядущей части. Игрокам сначала показали Индию в лице делийского султаната, а затем представили новый взгляд на Китай в Age of Empires. Китайцы наконец-то вооружились изобретенным им же порохом, а также получили многозарядные осадные машины, напоминающие рибадыгины из второй части. На кадрах также видны пехотинцы и всадники с популярным в тех краях оружием нагенатами. Далее показали целых пять минут геймплея. Мы видели развитие в темной, феодальной, замковой и имперской эпохах. Поняли, как крестьяне добывают ресурсы, а также увидели несколько сражений между монголами, китайцами, британцами и индийцами. И если вам все это подозрительно напоминает вторую Age of Empires, то так и есть. Даже реликвии на месте, а вот интерфейс больше похож на тот, что был в третьей части. Однако были и новшества. Крестьяне научились отстреливаться из луков, а скаут охотится и приносить добычу на базу. Стены будут не только защищать территорию, но и станут полноценным полем боя. А еще, теперь монголы, словно тираны из StarCraft 2, могут переезжать своей базой из места на место, как настоящие кочевники. На последних секундах шоу показали и водных юнитов, но подробностей не рассказали. Зато поделились деталями о ходе разработки. Авторы обещают сохранить дух Age of Empires, но при этом обновить и улучшить игровой процесс. А каждая нация будет иметь свой уникальный геймплей. Чтобы получать обратную связь, разработчики создали совет игроков, куда пригласили людей, играющих в эпоху империи долгие годы. Они участвовали в принятии решений и тестировании новых фич в ходе всей разработки. Узнать, что у них вышло, мы сможем уже этой осенью, на которую намечен выход Age of Empires 4. Купить ее можно будет для Windows 10, в Xbox Game Pass и магазине Steam. Пока мы ждем, самые нетерпеливые и любопытные могут присоединиться к программе инсайдеров на официальном сайте игры и первыми получить доступ к закрытой бете уже скоро. Для всех остальных заработала виртуальная деревня с подробной информацией об игре. Ссылку на нее, программу инсайдеров и полное видео превью на русском языке я оставлю под видео. Там же можете написать, что думаете о презентации и чего ждете от Age of Empires 4. Лично у меня, как многолетнего фаната, превью оставило смешанные чувства, поэтому почитать ваше мнение будет вдвойне интересней. На этом у меня все, спасибо за лайк и подписку. Пока!